Входим в образ. Входим в образ. Что, мол, жизнь наша так плоха, потому что пенсионеры вроде бы как голосуют за гречку. А поскольку их количество в нашей стране значительно, то и голос их оказывается решающим. Как следствие, выбирают не тех. И что стоит только ограничить им возможность голосовать, как сразу оставшаяся часть населения, условно называемая молодые, будет голосовать, что называется правильно, не за гречку, а за реальных государственных деятелей. И тогда жизнь наладится. Этот вопрос мы проведем сейчас в формате пассианс дискуссии по методу дискуссионного клуба Полтава. Карточки аргументы в пользу права пенсионеров голосовать подготовил и разложу я, Кихот. Это мое дискуссионное прозвище. Карточки противоположной позиции подготовил дядька. Но вместо него разложит карточки андроид. Дядька по уважительной причине не может присутствовать. Итак, к снаряду начинаем кидать наши карты. Итак, первый синий аргумент в пользу того, что пенсионеры должны голосовать. Они такие же граждане, как и все остальные. Согласно статье 70 Конституции Украины, голосовать имеют право граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Они имеют право голосовать граждане, признанные судом недееспособными. Таким образом, если признать пенсионеров недееспособными, то голосовать им будет нельзя. Но оснований для этого никаких нет. То есть нет никаких оснований отказывать пенсионеров в голосовании. Дядька. Уважаемый Кихот, у меня замечание к первому синему аргументу «за». Если согласно Конституции голосовать имеют право люди, достигшие 18 лет, то все-таки почему нет граничного возраста? Ведь объективно есть очень осмысленные личности и в 14 лет. Получается, мы лишаем таковых права голоса, и при этом не лишаем тех, кто уже особо не осмысливает такой вопрос, как политика. Ответ на замечание. В мире существует движение по предоставлению избирательного права детям. То есть тенденция на расширение возможности голосования всех людей. Суть, чтобы голос каждого был учтен в выработке решений нашей общей жизнедеятельности. Человеческая жизнь – она от рождения до смерти. И в этих границах должен звучать голос каждого. Дядька. Уважаемые зрители, Кихот. Первый синий аргумент в пользу позиции, что пенсионеры не должны голосовать. Пенсионеры не платят налоги. Люди, вышедшие на пенсию по достижению пенсионного возраста, прекратившие свою трудовую деятельность, находятся фактически на содержании налогоплательщиков. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Если ты ничего не отдаешь, а только берешь, ты не должен решать, как распоряжаться деньгами, которые люди фактически отдают под распоряжение новоизбранному чиновнику. Кихот. Уважаемый дядька. Замечание к первому синему аргументу против. А какая зависимость между уплатой налогов и голосованием? Ну, например, первые демократии, где голосовали граждане, появились в греческих городах-полисах. Но гражданами были не все жители города, а только которые наделялись особыми правами и обязанностями. Владеть землей, защищать полис, участвовать в общественной жизни. Так вот, граждане в определенные периоды времени прямых налогов вообще не платили. Кстати, многие молодые тоже не платят налогов и даже не работают. Им тоже запретить голосовать. А есть работающие пенсионеры, которые платят налоги. То им можно голосовать? Дядька. На замечание к первому синему аргументу против отвечу немного с юмором, так даже суть понятнее будет. Собралась мужская компания, решили выпить. Из десятерых деньги оказались только у семерых. Естественно, пить будут все десять. Их угостят. Настоящие мужики, как ни крути. Но все-таки при таких раскладах, что пить и где, как правило, будут решать те, кто сбрасывался. Если серьезно, то считаю, что тот, кто платит деньги, тот и вправе распоряжаться ими. Считаю, что по достижении пенсионного возраста, человек должен решать, либо занимать рабочее место, работать, или идти на пенсию. Совмещать, считаю, недопустимо. Тихот. Уважаемые зрители, дядька. Второй зеленый аргумент в пользу того, что пенсионеры должны голосовать. Иначе не будут соблюдаться их интересы. В Украине порядка 36 миллионов населения, из которых 11,9 миллионов пенсионеров. То есть порядка 30% всего населения. И их количество увеличивается. Если лишить эту группу права голоса, она в обществе будет не защищена. Никто не будет отстаивать ее интересы. Это будет своего рода скрытый геноцид. Кстати, в мире существует движение по предоставлению избирательного права детям, которое называется принципом демини. За детей предлагается голосовать родителям или опекунам. Это позволит сбалансировать увеличение доли избирателей и пенсионеров. Дядька. Уважаемый Кихот. Мое замечание ко второму зеленому аргументу «за». В Украине порядка 36 миллионов населения, из которых 11,9 миллионов пенсионеров. То есть порядка 30% всего населения. И их количество увеличивается. Такими темпами, беря во внимание низкую рождаемость, выезд молодежи за границу, имеем катастрофическое старение нации. Такими темпами скоро пенсионеры подавляющим большинством голосов смогут выбирать власть. Их будет больше. Не будет ли это скрытым геноцидом молодого поколения? Ответ на замечание. А не будет геноцидом, если молодые оставят без права голоса пенсионеров? Сегодняшние молодые – это пенсионеры в будущем. С другой стороны, вчерашние пенсионеры будут впоследствии естественным путем убывать. Хотел бы сегодняшний молодой отказать себе в каких-то правах в своей завтрашней пенсионной жизни? В любом случае, процентное соотношение, условно говоря, пенсионеров и молодых будет в постоянном изменении. Сразу будет больше пенсионеров, но потом будет больше молодых и так далее. Но в вопросе голосования это не имеет никакого значения. Ведь через голосование люди всего лишь принимают опосредованное участие в управлении своей жизнью. Больше в государстве пенсионеров, значит и голосов в интересах этой группы больше. Вполне естественно и логично. Так вот, чтобы не было геноцида, не нужно одной группе ставить препятствия для жизни другой группе. Дядька. Уважаемые зрители, Кихот. Второй зеленый аргумент в пользу позиции, что пенсионеры не должны голосовать. Управление страной в руки молодежи. Молодежь должна задавать вектор развития города, государства. Так как им в этой стране жить, трудиться, рожать детей. В силу своей трудовой активности значительно лучше разбираются в политической и экономической ситуации в городе, стране. Поэтому могут сделать гораздо более обдуманный выбор. Пенсионеры же могут своим количеством голосов повлиять на ситуацию глобально. И как показывает практика, так и происходит. Кихот. Замечание ко второму зеленому аргументу против. Чтобы разбираться в политической и экономической ситуации, нужно иметь время. Но если молодежь очень активно работает, то такого времени она не имеет. Кроме того, активно работать где-то на офисе – это не значит управлять страной. Да и по факту мы не видим, чтобы где-то в мире управляла странами одна молодежь. Может, дело таки не в возрасте, а праве жить вообще? Если я живу, а пенсионеры таки живут, то они имеют право и высказать свой голос. Дядька. Ответ на замечание таком. Ни для кого не секрет, что в более молодом возрасте значительно лучше усваивается информация. Аналитические способности гораздо выше, чем в преклонном возрасте. И политически активная молодежь способна проводить анализ, мыслить согласно современным тенденциям. Пенсионеры же в подавляющем большинстве живут прошлым. Кихот. Уважаемые зрители, дядька. Третий красный аргумент в пользу того, что пенсионеры должны голосовать. Иначе радуга жизни лишится синего цвета. Можем предположить, что люди разного возраста видят мир иначе. А люди одного возраста имеют схожее видение. Эти особенности для разных возрастов, как мазки разного цвета в радуге жизни. У пенсионеров синий. Кто будет рисовать синий цвет, если у пенсионеров забрать кисточку? Радуга жизни без синего цвета? Ну тогда это будет не радуга. Дядька. Уважаемый Кихот, мое замечание к третьему красному аргументу «За». Зачастую, чтобы получить красивую картинку, нужно поменять художника. И в итоге, вместо радуги, можем получить универсальный калаш, который будет радовать всех. Ответ на замечание такого. Если взять за правило постоянно отсекать от целого отдельные части, сразу пенсионеров, потом инвалидов, потом женщин, потом малоимущих и так далее. В итоге придем к ситуации, где будет голосовать один человек, диктатор, тиран или как там его. И это вместо того, чтобы поднимать уровень осознания всех. Дядька. Уважаемые зрители, Кихот. Третий красный аргумент в пользу позиции, что пенсионеры не должны голосовать. Возрастные изменения мышления. Существует юридическая возрастная грань, по достижению которой человек имеет право голоса. Это 18 лет. Считается, что до этого времени человек не может вдумчиво принять ответственное решение. Ни для кого не секрет, что у людей преклонного возраста значительно ухудшаются мыслительные процессы. Около 5,6% людей старше 65 лет страдают выраженной старческой деменцией. А вместе с лицами, у которых эта болезнь протекает в легкой или умеренно выраженной степени, таковых около 10-15%. Если существует минимально допустимая юридическая возрастная грань принятия решения, считаю, что должна быть и максимальная. Кихот. Замечание к третьему красному аргументу против. Если существует даже 15% пенсионеров с выраженной деменцией, то таки 85% ее не имеют. И мы не можем из-за этих 15% лишать права голосовать 85%. По статистике, каждый третий украинец страдает от нервных расстройств, а 3% населения страдает психическими расстройствами. Если следовать логике третьего аргумента, то, исходя из этой статистики, всех украинцев нужно лишить права голосования. Но в Конституции Украины сказано, что признанные судом недееспособные граждане не имеют права голосовать. То есть исповедуется принцип личной ответственности, а не коллективной. Психически нездорового человека сразу через суд нужно признать недееспособным. И только таким образом закрыть ему путь к голосованию. Дядька. Ответ на замечание. Нервные расстройства в подавляющем большинстве не влияют на адекватность человека. Психических расстройств 3%. В эти 3% входят также и пенсионеры. И все же 15% и 3% разница огромна. Такой показатель говорит о стремительном ухудшении здоровья именно после 65 лет. Кихот. Мы разложили наш пассианс по вопросу, должны ли пенсионеры иметь право голоса на выборах депутатов, президента, мэра. И вот что мы видим. Вот желтая карточка. Сразу позиция за. Пенсионеры такие же граждане, как и все. Поэтому какие основания сомневаться в вопросе их права голосовать. Возражают, мол, дети тоже граждане, но не голосуют. Но дети это ведь не пенсионеры. Они социально еще не дозрели до понимания тех общественных процессов, которые происходят. И несмотря даже на это, существует общественное движение по предоставлению детям избирательного права. Если забрать у пенсионеров право голосовать, то эта категория граждан станет бесправной. Возрождает, что эта категория многочисленна и по сути давит своим мнением другую перспективную категорию – молодых. Но ведь сегодняшние молодые – это завтрашние пенсионеры. Баланс между ними в постоянной динамике. Придет время, когда молодых станет больше. То, согласно приведенной в возражении логике, мы должны будем лишить права голоса молодых. Наконец, молодые не обладают всей полнотой мировоззрения. Отнять возможность у пенсионеров голосовать – значит сделать нашу жизнь более скупой. Возражают, что улучшение жизни должно базироваться на мировоззрении молодых. Но если мы станем на путь лишения права голосовать различных категорий населения, то на пенсионерам дело не закончится. Дальше в ход пойдут инвалиды, женщины и так далее. И закончится диктатурой. Теперь по позиции против мы имеем следующее. Пенсионеры не платят налогов, поэтому не должны голосовать. Возражают, что нет связи между налогами и правом голосовать. Кстати, многие молодые тоже не платят налоги и даже не работают. А есть пенсионеры, которые платят. Но в большей степени это таки касается пенсионеров. А посему обычный принцип – кто платит, тот и заказывает музыку. Голосовать должны те, у кого впереди перспектива жизни, развития. А у пенсионеров жизнь только в настоящем и позади. Возражение следующее. Кроме перспектив нужно иметь опыт, знания, способности. Кстати, жизнь в настоящем и прошлом – это тоже жизнь. Да. Но у молодых взрывное желание жить. Именно этот поток энергии формирует дальнейшие возможности жизни. Наконец, у пенсионеров ухудшаются мыслительные процессы, поэтому они физически не в состоянии принимать правильные решения. Тут возражение, что если они в среднем и ухудшаются, то не настолько, чтобы не мочь принимать рассудительные решения. Кто действительно не способен, нужно через суд признавать недееспособным. Хотя, если взять в среднем, то количество психических расстройств в среде пенсионеров – порядка 15%. А в среде всего населения – 3%. Разница огромна. Итак, наш пассианс разложен. По разложенным картам мое мнение таково, что пенсионеры должны иметь право голоса на выборах депутатов, президента, мэра. Да, мы имеем плохую избирательную систему, которая каждый раз приводит к власти не тех. Но только виной тому сама система, а не пенсионеры, которые не так голосуют. Дядька. Уважаемые зрители, Кихот. Исходя из произошедшей дискуссии, могу сделать вывод, что лишив пенсионеров права голоса, может произойти так, что они не смогут влиять на свою судьбу в масштабах города или государства. Но при этом не смогут привести к власти политиков, спекулирующих на ихней неразборчивости в политике. Право на задание вектора развития города, страны, все-таки перейдет в руки молодого, более прогрессивного поколения. Будет наблюдаться цикличность. Ведь нынешняя молодежь тоже станет пенсионерами и передаст эстафету новой смене. Это приведет к постоянному омолаживанию избирателей с новыми идеями. Но в условиях нынешней Украины может произойти так, что скоро молодых останется очень мало, что может в итоге привести по сути к диктатуре, так как выбирать будет некому. Уважаемые зрители, Кихот, я закончил. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ